Выхода не видно. Эксперт о перспективах. Brexit. Радия. Sputnik. Выхода не видно. Эксперт о перспективах. Brexit. 9.35. РИА Новости. Джастин Гриффитс Уильямс. Участники акции против. Brexit. В Лондоне. 29 января 2019 года. РИА Новости. Джастин Гриффитс Уильямс. Британский парламент проголосовал против. Brexit. Без соглашения с ЕС. Какие остаются варианты, в эфире радио. Sputnik. Объяснил эксперт Игорь Ковалев. 17 января, 13.28. Живая эмблема. Brexit. А. Терезе Мэй придется еще немного помучиться. Британские парламентарии не смогли вынести вот ум недоверие премьер-министру Терезе Мэй. Хотя то, что она делает, им все так и не нравится. Зачем же ее оставили на посту? Британские парламентарии выступили против. Brexit. Без сделки. При том, что ранее они не одобрили соглашения с ЕС в его нынешнем виде. Две недели назад представленная премьером Терезой Мэй соглашения с ЕС по. Brexit. Провалилась в парламенте. В его поддержку тогда выступили 202 парламентария, против 432. Причем критиковали соглашения как сторонники жесткого Brexit, так и те, кто требовал повторного референдума о членстве в ЕС и сохранении единства с Европой. После провала правительство было обязано представить план дальнейших действий, известный также как план Б. Тереза Мэй внесла в парламент технический документ, связанный с соглашением, к которому парламентарии смогут предложить свои поправки. Депутаты представили полтора десятка поправок, по семи из них проголосовали во вторник вечером. Была одобрена поправка, призывающая правительство исключить вариант выхода страны из ЕС без соглашения. Депутаты проголосовали также за поправку, предписывающую правительству добиться на переговорах с ЕС изменения договоренностей по Северной Ирландии. Вопрос об ирландской границе является основным камнем преткновения на переговорах с ЕС. Пять других поправок парламентарии отвергли, в том числе и самую радикальную возможность просить о переносе даты, если парламент в конце февраля не поддержит новые предложения премьера. Перспективы В эфире радио Спутник оценил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Совершенно очевидно, что Великобритания сейчас в жестком политическом кризисе, и выхода пока не видно. Правительство Тереза Мэй вступило в непримиримое противостояние с парламентом, депутаты отклонили предварительное соглашение, которое было подписано с ЕС и предполагало мягкий БРИКСИТ БРИКСИТ 29 марта Других приемлемых альтернатив на сегодня не видно, считает Игорь Ковалев. Новое голосование парламента по основному тексту соглашения с ЕС, обновленному после переговоров, как рассчитывает Мэй, состоится 13 февраля. В ближайшие дни Тереза Мэй рассчитывает отправиться в Брюссель на переговоры с лидерами ЕС. Основной темой, очевидно, станет североирландская граница. 16 января, 8.40 мнения, популистское решение не удалось. Инициаторы БРИКСИТ Уже о нем сжалеют парламент Великобритании отверг план премьера по выходу из ЕС. Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий, считает эксперт Павел Тарусин. Своим мнением он поделился в эфире радио. СПОТНИК.